МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 6 вечера в столице о главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты Хабар-24 в студии Патагаса Рукулова. Здравствуйте. Очередной лесной пожар вспыхнул сегодня в области Абай на территории Бегенского лесничества. Загорелась сухая трава. Предварительная площадь 20 гектаров. Из-за сильного ветра стихия перешла в верховой пожар. Для тушения направлены 100 человек. Это личный состав ДЧС и военнослужащие, а также более 20 единиц техники, авиации, МЧС. Вблизи расположена зона отдыха Шушкала, где в настоящее время находятся люди. Им рекомендовано покинуть территорию из-за возможного задымления. На место возникновения пожара прибыл Аким области Нурлан Уранхаев и вылетел министр по ЧС Рымх Шеребханов. Напомню, только 13 июля в семье Урмана сообщали о полной ликвидации масштабного лесного пожара, бушевавшего в области в начале июня. Тогда стихия унесла 14 жизней, уничтожила 60 тысяч гектаров леса. Огонь тушили больше месяца свыше полутора тысяч человек. Между тем, возгорание сухостоя в Баянаульском национальном парке локализовано. Ориентировочная площадь пожара составила 800 гектаров, сообщили местные исполнительные органы. Пожар начался накануне в 20 километрах от села Хазалтау. Сгорела сухая трава. На данный момент огонь перешел на территорию долбинского лесничества, охватив участок в 20 гектаров. В тушении участвуют 130 спасателей и 35 единиц техники ДЧС области, листового хозяйства и добровольных формирований. Тем временем синоптики предупреждают, что высокая пожарная опасность сохраняется в 18 регионах страны. Сильная жара сохраняется в области ЖТСУ, Алматы, Алматинской и Мангостаусской областях. Персональное средство связи для несения службы появилось у каждого западно-казахстанского лесника. Им вручили 420 раций. Раньше приходилось по одному такому прибору на 10 работников. Также лесничьим хозяйством закупили 80 респираторов, 4 квадрокоптера, 135 ранцевых огнетушителей. Для ликвидации степных пожаров приобрели 6 комплексов водолей. Все это оборудование обошлось областному бюджету в 75 миллионов тенге. В целом в этом году на материально-техническое оснащение уральских лесников потратили 1,187 миллионов тенге. Приобрели 25 новых тракторов, 13 автомашин, 78 прицепов. С 1 июля увеличили и зарплаты лесников. Однако это не коснулось остальных работников природоохранной отрасли. На сегодняшний день существует проблема. Это низкая заработная плата наших водителей, пожарных автомашин, трактористов, пожарных бойцов, которые непосредственно заняты в лесохозяйственном производстве. Зарплата у них очень низкая, 70 тысяч тенге. Для решения этого вопроса мы обратились к министерству экологии и к депутатам мажориста парламента. Надеемся, что в скором времени этот вопрос тоже решится. Продолжаем выпуск. Возвращать незаконно приобретенные активы в бюджет страны будет специальная служба. По мнению экономиста Нурлана Сакова, одной из ведущих ролей в ней сыграет аналитический отдел. Именно он должен будет рассекретить схемы вывода государственных денег, суммы и имена. Напомню, соответствующий закон президент подписал 12 июля. Он коснется олигопольных групп, работающих или когда-то работавших на госслужбе или в квази-госсекторе. Под пристальный контроль аналитиков попадут и те, кто каким-либо образом мог влиять на их решения. В документе прописан механизм возврата средств. Речь идет о крупных активах, установлен порог 13 миллионов МРП. Это около 45 миллиардов тенге или порядка 100 миллионов долларов. Возвращенные деньги направят на социально-экономические проекты. Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. Ключевое новшество этого закона – устранить те ошибки, условия, причины, которые позволяли этим лицам так и обогащаться. И прежде, чтобы такого не происходило. Данный закон будет только усиляться. То есть эксперты будут говорить, нам нужны вот такие инструменты, вот такие полномочия. И через комиссию они будут предлагать эти меры. Поэтому, конечно, ожидания большие. Я не думаю, что это быстрая работа. Но очень много ставки поставлены на анализ и на аналитику. Казахстанские блогеры, которые ведут собственную страницу в соцсетях и размещают там рекламу, должны официально зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября. Это требование прописано в новом законе об онлайн-платформе и онлайн-рекламе. Предприимчивых сетевых авторов обязали не только проверять публикуемую информацию, но и платить налоги за рекламу. До последнего времени они как бы оставались в тени законодательного регулирования. Почему? Если журналисты, у журналистов есть свой закон, а закон о средствах массовой информации. Там четко все прописано. Права и обязанности журналистов, что они должны делать, что они не должны делать, как они должны публиковать информацию. В отношении блогеров этого, конечно, не было. И что хотел, то писал, что хотел, то и делал. Поэтому им надо будет очень внимательно приглядеться к этому закону. И вот как эта сфера регулируется в мире. Блогерская деятельность в ЕС относится к предпринимательской сфере. Все самозанятые платят там от 20 до 60% налогов от заработанной суммы. К примеру, в Италии открыть ИП блогеру несложно. Более того, данный вид бизнеса первые 5 лет попадает под режим упрощенной системы выплаты основного налога. Лишь 5%. Однако после истечения этого срока предприниматели уже должны отчислять в налоговую до 15%. К ним добавляются немалые социальные выплаты и взносы в пенсионный фонд. В итоге сумма налогов от блогерской деятельности достигает 30% от заработанных денег. А в Южной Корее для того, чтобы стать блогером, регистрировать юридическое лицо не нужно. Но если контент в соцсетях приносит его автору доход, то он должен платить налоги. Для этого ему нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом нашему корреспонденту рассказала блогер с трехлетним стажем в Чериш. У девушки два ютуб-канала, на которых она дает уроки корейского языка. На нее подписано порядка 500 тысяч человек из стран СНГ, в том числе из Казахстана. По словам блогера, за информацией в ее блоге никто не следит. Однако, если кто-то заметит фейковую новость на ее канале, то может подать в суд. Кроме того, все корейские блогеры не имеют права показывать лица жителей Кореи без их согласия. Ютуб и соцсети, как Инстаграм в Корее не особо контролируют, не особо проверяют. Но у нас есть телеканалы. И телеканалы очень строго проверяют. И я видела, что одна певица, она танцевала немножко булгарно. Есть какой-то центр, который проверяет телеканалы, и они заявили, они подали заявление, что она слишком булгарно танцевала. И из-за этого были новости, и сейчас идет этот процесс. Но посмотрим, что будет. Но я думаю, что контроль все равно нужен, потому что если это слишком, никто не контролирует, то это будет хаос. С другим темом, 7 человек погибли в Южной Корее из-за оползней и наводнений. Свыше полутора тысяч эвакуированы. Еще 3 человека пропали без вести, заявляют в Министерстве внутренних дел и безопасности. Всего региональные власти издали приказы об эвакуации свыше 7 тысяч человек. Это число может увеличиться, так как вода вышла за пределы плотины в провинции Северный Чунчхон. В пострадавших регионах остановлена работа поездов из-за новых угроз оползней, сообщают транспортные корпорации. Почти 300 детей погибли или пропали в Средиземном море с начала года. Причина – нелегальная миграция из Северной Африки в Европу, сообщают в ЮНИСЕФ. Организации подчеркивают, что реальное число погибших детей может быть гораздо больше. Многие кораблекрушения остаются незарегистрированными. По оценкам ЮНИСЕФ, с января 2023 года из Африки в Италию прибыли свыше 11 тысяч детей. Это вдвое превышает прошлогодние цифры за аналогичный период. А в Лондоне растет количество заражений корью. Число инфицированных может достичь десятков тысяч, заявляют в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Великобритании. Все дело в том, что в городе низкий уровень вакцинации. Вероятно, вспышка может затронуть от 40 до 160 тысяч человек. Охват прививками от кори и краснохи в Великобритании находится на самом низком уровне за десятилетия. Примерно каждый десятый ребенок не защищен ко времени поступления в начальную школу. А в Италии приглашают на работу терапевтов. Почти все врачи общей практики в Венеции скоро выйдут на пенсию. В связи с этим власти города организовали яркую рекламную кампанию со световым шоу и лозунгами. Сейчас в Венеции работают 44 терапевта. В ближайшие годы им исполнится 70 лет и они отправятся на пенсию. Врачам, которые переедут сюда по работе, предлагают дополнительные бонусы. Одно из них – парковочное место на въезде в город. На вакансии уже откликаются из разных стран мира. Белый дом простил долги по студенческим кредитам на сумму 39 миллиардов долларов. Они будут автоматически списаны для 800 тысяч человек. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства образования США. В этомстве поясняют, что это мера – часть плана, о котором администрация объявила в апреле 2022 года. Отмечу, долги американцев по студенческим кредитам составляют триллион 75 миллионов долларов. И вновь в событиях в нашей стране. Подача заявок на присуждение образовательного гранта снова возобновлена на сайте электронного правительства. Отмечу, накануне портал не работал. Сейчас техническая проблема полностью устранена, так заявили в Министерстве науки и высшего образования. Напомню, в этом году прием документов осуществляется как в онлайн формате, так и офлайн через приемные комиссии вузов. Также работают виртуальные приемные комиссии университетов. Уже подано более 30 тысяч заявлений от абитуриентов. Самыми популярными среди казахстанцев остаются педагогические науки. Далее идут инженерные, обрабатывающие и строительные специальности. В этом году мы проводим этот прием многоканально. Первое – это вы можете подать классические через приемные комиссии вузов. Также доступно через виртуальные комиссии вузов при всех вузах и электронно. Научные сотрудники Ботанического сада Алматы учат волонтеров озеленять город и лечить ослабленные деревья. Проект называется «Зеленый рейнджер». Участники проводят мониторинг состояния здоровья растений, выявляют болезни и подбирают соответствующее лечение. Наргиза Токижанова расскажет подробнее. По словам специалистов, деревья в городской среде слабее, чем их дикие сородичи. Нужно постоянно отслеживать их состояние, проводить профилактические и восстановительные мероприятия. Иначе деревья могут погибнуть. Но без специальных знаний сделать это будет очень сложно. Поэтому волонтеров обучают научные сотрудники Ботанического сада. Как в полевых условиях померить высоту дерева, определить так называемое КСО, коэффициент состояния. Делаем предположение, что могло послужить причиной неудачного расположения дерева или механические повреждения какие-то. Свои навыки будут сначала отрабатывать в Ботсаду под руководством специалистов. То есть нам здесь помогать. Тоже выявлять, во-первых, какие-то нарушения у местных деревьев. Темы в программе обучения разные. Поражения растений вредителями, техногенное и механическое повреждение, физиологические нарушения в развитии растений и методы диагностики. Недостаточно просто посадить и решить этим проблемой озеленения. Все на самом деле очень сложно. Какие-то деревья не уживаются с другими, они конфликтуют между собой. То есть у нас было занятие, где нам нужно было проектировать ландшафт и при этом еще выдерживать правила градостроительные. Допустим, если это детский сад, то нельзя какую-то категорию ядовитых или плодоносящих растений садить. А еще волонтеры создали мобильное приложение, которое помогает наблюдать за аварийными деревьями. Туда они вносят данные больных растений, которые встречаются в саду. Там же описаны и методы их лечения. К слову, в Алматы 84 тысячи аварийных деревьев. И это приложение могло бы принести большую пользу городу. Любой пользователь с этим приложением, гуляя по парку, могут сфотографировать любое растение. И само приложение самостоятельно будет описывать данное растение, все его болезни, как его можно вылечить, ну или либо это растение полностью здорово. Проект «Зеленый рейнджер» продлится до сентября. По окончании ребята получат сертификаты о прохождении курса. И уже в дальнейшем каждый рейнджер сможет нести свой практический вклад в выздоровление «Зеленого фонда города». Наргиза Токижанова, Султан Бесекенов, Хабар-24, Алматы. В столичном парке собираются любители спорта и участники клуба любителей китайской практики. По утрам они делают гимнастику по кунг-фу. Это возможность поддержать физическую форму и укрепить силу духа, рассказывают о станчане. Одну из таких тренировок посетила Полина Зачиналова. Занятия по оздоровительной гимнастике проводят в этом столичном парке ранним утром. Это не просто комплексная зарядка, а китайская духовная практика – кунг-фу. Занятия посещают около 300 человек, в основном пенсионеры. В переводе кунг-фу означает «навык или мастерство, оточенное годами в любом ремесле». В основу этой системы входят как физические тренировки, так и упражнения на психологию человека. И главная цель – закалить характер и обрести уверенность в себе. Основатель клуба по кунг-фу мастер Алтанас Тулео родом из Китая. Там она изучала основы и методы этого древнего направления. За два года женщина провела больше 700 тренировок на открытых площадках Астаны. Самое главное – научить желающих чувствовать свое тело, говорит тренер. Традиционная древняя кунг-фу-джунг – это гимнастика для приобретения внутренних сил, упражнения на укрепление всего организма. Первый раз я познакомилась с этим направлением еще в Китае, в городе Урумчи. Занимаюсь практикой уже 11 лет. В 2019 году переехала в Казахстан, это моя родина, и продолжаю дело своего первого учителя. Благодаря упражнениям улучшается кровообращение человека. Для всех органов это полезно. Также улучшается психологическое состояние человека. Занятия хорошо выводят человека из стрессовых состояний. Есть и упражнения для укрепления сердца. Хотя выглядит, как обычная зарядка. Я сама занимаюсь 15 лет этим. И на моем опыте многие люди оздоровились. Тренировки проходят ежедневно. Проведением занятий не мешает ни летний зной, ни зимний, ни мороза. Для членов клуба это еще и возможность обрести друзей и пообщаться с единомышленниками. Я занимаюсь уже год почти. За это время, конечно, результат очень огромный. У меня, например, самочувствие очень хорошее. Спать я стала очень хорошо. Все суставы сейчас у меня не болят. Вовремя постараюсь приходить, не пропускать. Так что огромное большое спасибо за эту организацию. Оздоровительная гимнастика проходит бесплатно в столичном парке Журик. Клуб работает уже год и принимает желающих всех возрастов. Полина Зачиналова, Жандос Бетабаров, Хабар, 24. К этому часу у нас все. Увидимся в 20 минут.